С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 11 июля. Всемирный день народонаселения. Дело в том, что в этот день, в 1987 году, Матей Гаспар, родившийся в Загребе мальчик, стал 5-миллиардным жителем земли. Население мира только за 40 лет увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов. Ежегодный прирост составляет 83 миллиона человек. По прогнозам, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек и 11,2 миллиарда к 2100 году. Жаль, не доживем. Всемирный день шоколада. Считается, что первыми приготовили шоколад индейцы из племени Ольмеков, проживающие примерно 3000 лет назад на территории нынешней Мексики. Готовили напиток в те далекие времена из бобов какао и употребляли в горячем виде. Ну а впоследствии традиция готовить шоколад стала частью культуры майя, называвших напиток божественным. Первую же в мире плитку твердого шоколада в 1819 году придумал швейцарец Франсуал Уикайе. Шоколад стал доступным широким слоям населения лишь в начале 20 века. Также сегодня день художника по свету или день светооператора. 11 июля в 1874 году электротехник и изобретатель Ладыгин запатентовал изобретенную им лампочку накаливания. Именно эта дата стала днем художника по свету. Например, композитор Скрябин первым задумался о соединении музыки и света. Еще в 1910 году во время симфонической поэмы Прометей он решил использовать светомузыку, добавив партию световой клавиатуры. Ну а сегодня на съемочной площадке светооператоров в кино очень часто называют ласково светики. У родившихся в этот день в 1873 году приходит в мир Владимир Рябушинский, выходец из семьи известных промышленников. Банкир, фабрикант, один из учредителей торгово-промышленной палаты. Общественный и политический деятель, член Центрального комитета так называемого Союза 17 октября. Это партия октябристов. Затем член партии прогрессистов. Принимал участие в гражданской войне. Ну а потом эмигрировал из Крыма в Константинополь и позже переехал во Францию. Активный член кружка имени Андрея Рублева, который ставил своей целью ознакомление французов с русским искусством. 1903 год. День рождения советского разведчика-нелегала Рудольфа Ивановича Абеля. Настоящее имя Вильям Генрихович Фишер. Схвачен в результате предательства. Разведчик проработал в США 10 лет, приговорен к 30 годам тюрьмы. В 1962 его обменяли на летчика-шпиона Пауэрса. В 1976 году родился Эдгард Запашный, цирковой артист, дрессировщик-хищников, народный артист России. Дед Эдгарда был растерзан тиграми, а его отец Вальтер Запашный несколько раз отправлялся в реанимацию прямо с иркового манежа. Тем не менее, он решил продолжить династию. Вместе с братом сначала был жонглером-акробатом. Теперь Эдгард и Аскольд дебютируют на манеже в аттракционе среди хищников. Ну и через некоторое время становятся известными на всю страну. Отчасти это произошло вынужденно. Отец просто нуждался в замене. Событие дня. 1533 год. Папа Римский, Климент VII, отлучает от церкви короля Англии Генриха VIII. Формальным поводом для разрыва становится отказ папы признать незаконным брак Генриха с Екатериной Арагонской. Король заставил парламент запретить впредь обращение к папе по церковным делам. В январе 1533 года Генрих самовольно женится на Анне Болейн. В 1534 году главу церкви Англии просто провозгласили самого Генриха. Так, как говорится, проще. В 1810 год основывается странно приимный дом Московской НИИ скорой помощи имени Склифосовского ныне. После смерти супруги граф Шереметьев, выполняя волю умершей, посвятил свою жизнь благотворительности. Дом изначально состоял из больницы на 50 страждущих от недугов и приюта на 25 девочек-сирот. Это было одно из первых учреждений в России по оказанию медпомощи беднейшим слоям населения и по презрению сирот и бездомных. Во время Отечественной войны 1812 тут размещался госпиталь сначала французской, затем русской армии, а позже госпиталь для раненых в русско-турецкую войну 1878 года. В 1923 здесь институт неотложной помощи, который носит с 1929 года имя Склифосовского. 1975 год. Раскопки на могиле императора Шихуанди открывают восьмитысячную армию терракотовых воинов, датируемую 206 годом до нашей эры. Курган на самом деле обнаружили еще в 1974 году. Кроме глиняных статуй в 20 метрах от гробницы императора найдены две бронзовые колесницы, каждая из которых состоит более чем из 300 деталей. Колесницы запряжены четверками лошадей, упряжь которых содержат золотые и серебряные элементы. В начале 2000-х годов также обнаружены статуи музыкантов-акробатов. На сегодняшний день из склепа извлечено более 8000 терракотовых статуй воинов, 100 фигур коней и 18 колесниц. Но самое важное, раскопки еще продолжаются. 1984 год. Режиссер Юрий Любимов, находившийся в Англии в командировке, лишен советского гражданства. Давление на театр очевидно нарастало, а Брежнева, который каким-то образом все-таки мирился с этим своеобразным островом свободы, уже не было в живых. Любимов начинает активно работать за границей. При Горбачеве его триумфально возвращают домой. Но Таганка уже не та. События в театре исправно поставляли пищу для сплетен около театральной Москве. В 2011 основатель и глава театра на Таганке Любимов вообще покинул свое детище в результате конфликта с труппой. И, кстати, в этот же день, 11 июля, но 2011 года, коллектив попросил назначить руководителем театра Валерия Сергеевича Золотухина. 2000 год. На квалификационном матче Кубка мира между командами Зимбабве и ЮАР 12 человек погибли и многие ранены. Это произошло после того, как некоторые зрители начали бросать бутылки на поле. Полиция применила слезоточивый газ. Паника, возникшая среди 50 тысяч находящихся на стадионе Харари, заставила людей силой пробиваться наружу. Свидетели говорят, что многие были затоптаны толпой. Игроки обеих команд буквально корчились от газа, попавшего в легкие. Ну и последнее. 1971 год. В Питтсбурге осуществляется первая постановка легендарной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». Первоначально мюзикл вышел в виде альбома годом ранее, где главную роль, между прочим, исполнил Ян Гиллан, вокалист так называемого «золотого» состава «Ди Пёрпл». Живой же концерт в июле 1971 прошел с таким огромным успехом, что решили записать и выпустить еще одну пластинку, которая впоследствии разошлась миллионными тиражами. Никому неизвестный до этого момента молодой композитор Уэббер практически в одночасье стал знаменитостью. 12 октября 1971 на Бродвее премьера расширенного сценического варианта рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». А в 73-м рок-опера была экранизирована. «Джизус, мы с тобою, мы с тобою, Джизус, мы пойдем твоим путем, улыбнись нам, Джизус, хочется верить». С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата».